Дорогие мои друзья, как я рада приветствовать вас всех у себя на канале. Найманка в USA с вами. Спасибо, что открыли этот канал, это видео. И я хочу сейчас рассказать о себе. Ну, начну с того, что я внепланово нахожусь сейчас в Казахстане в доме моей сестрёнки. Итак, прилетела я сюда в связи с тем, что я больше месяца у себя дома чувствовала себя крайне некомфортно физически. У меня заболела спина, у меня заболело бедро, у меня заболело колено, у меня откуда-то какие-то пошли сыпи, пятна. Потом у меня было какие-то невзначай непонятно откуда какие-то лихорадка, температура. Вот всё это состояние проходило, и мне в один момент мой муж говорит, «Дорогая моя, ты представляешь, что ты больше месяца, ни одного дня не была здоровая?» Я говорю, вот это да. Ну, я болею, да болею, но я же не считаю, сколько дней болею, что да как. У меня главная же мысль о том, что я болею, а не то, что сколько дней это всё проходит. Вот, и потом мы думали-думали и не знали, как поступить. Начали искать, как мне помочь. Муж хотел записать меня хиропрактиком. Ну, хиропрактики я вот, кто знает, поточнее можете рассказать. Но это и типа мануальщиков, наверное, ну, что-то, наверное, поглубже у них. Ну, они тоже называются как бы доктора, но это не медицинские в любом случае доктора. Вот, потом я разговаривала с сыном. Мой сын говорит, я бы не советовала идти хиропрактиком, пока ты не знаешь, что вообще у тебя происходит. Я действительно не знала, что во мне происходит. Ну, вот мы потом покупаем билеты, причём так срочно. Мы купили билеты, наверное, дня через 3-4 я уже вылетела. У меня даже не было времени на сборы, там, куда-то поехать в магазин, что-то купить. Нет, это просто вот то, что было, собрала и поехала. Прилетела я сюда. В общем, мы сегодня сейчас с мужем разговаривали. Я с момента, как я вылетела, ровно 2 недели прошло. В прошлую среду... Среду... Ой, позапрошлую среду я вылетела, и сегодня среда. Вот ровно 2 недели прошло, как я из дома вылетела. Вот, прилетела я сюда в прошлую пятницу. Казахстан, в смысле, слетала в свой любимый город Оскемен. У меня было несколько поводов туда слетать. Самый главный повод, что у меня там были все мои прошлогодние и ранешние какие-то снимки, какие-то анализы, вот всё такое. Нужно было взять какие-то зимние вещи, там тоже у меня были кое-какие. Встретиться с братом. Также я там встретилась с сестрой. Я гостила у брата в этот раз. Меня так хорошо принимала моя джингейка Алиюша. Потом я сделала кое-какие манипуляции со своими зубами. Я всегда благодарна Дентал Сервис. И лично Кажемхан Кабыловичу это было просто... Представляете, я в пятницу уже была на приёме, и в субботу уже всё это сделали. Это такую они работу провернули просто феерическую, в такой короткий-короткий срок. И шикарная работа была сделана. Я сходила на ногти в Ускаменогорске, вот эти ноготочки сделала девочка. Супер-супер девочка, и её зовут Камила. Если кто хочет, я вам дам координаты. Отличная работа. Я к ней второй раз уже попадаю. И, в общем, прямо здорово. Вернулась в воскресенье. Брат мой встретил и проводил. И в воскресенье я уже была здесь. С понедельника. С прошлого понедельника, то есть вот уже 10 календарных дней, я прохожу, как это сейчас модное слово есть, чекап. Кто не знает, что такое чекап, это означает, что твое всё, весь твой организм поддаётся обследованию. Меня записали на чекап, но перед чекапом я переживала. Когда-то в детстве мне ставили ревматизм, и я первое, что это сделала, записалась к здесь калматинскому доктору высшей квалификации, ревматологу на обследование. Когда доктор, она очень такая, очень хороший доктор, и она уже, когда начала меня, это долго писали-писали, а потом это значит, там нужно же полностью, практически полностью оголиться. Она говорит, милая моя, у тебя нет ревматизма. У тебя нет ревматизма. Но, говорит, ты всё равно сдашь анализы. Она мне назначила 17 только анализов, вот этих с крови, разных анализов, чтобы удостовериться, что у меня нет ревматизма. Вот. Но она обнаружила вот это плечо. Такое слово, оказывается, есть окостенелое плечо. Вот это плечо у меня было окостенелое. Оно вот так двигается, но какие-то позиции не делает. Вот. Потом мне уже сказали, что оказывается, я двигаю за счёт ключицы, но не за счёт вот этого сустава. Ну, в общем, вот так вот. И уже в среду, прошлую среду, я начала реальный чекап в клинике, называется Медитера. Боже мой, какая это прелесть, сама по себе, это процедура чекап. Ну, процент проценту. 150 тысяч как бы на начало, и если уж там много-много всего, до 500 тысяч тенге это всё вводится. В общем, у меня где-то вышло... Я могу написать точную цифру, оно у меня написано, но сейчас я не подготовилась. Первоначально я заплатила 204 тысячи, а потом ещё я 3-4 раза до добирала. Ещё кое-что надо было там, по ходу всего проявлялось. Но это чисто только в Медитеру где-то, а ещё же у них есть... У них нет на территории Медитеры МРТ. МРТ нужно ехать отдельное место. В итоге я прошла 2 МРТ, 3 рентгеноскопии, какую-то компьютерную маммографию прошла, компьютерная... Компьютерная, как-то, короче, ещё прошла бронха, ой, этих лёгких. В общем, столько всего прошла. И ещё сегодня я проходила такую процедуру, которая в том же здании, где проходишь МРТ, у них же есть аппаратура, где измеряют остеопороз. Да, вот остеопороз снимали в трёх позициях. В одной позиции у меня есть остеопороз, в другой позиции нету, и в одной из позиций рядышком. То есть вот такое я прошла обследование. У меня брали, когда кровь... Кровь, конечно, из вены берут, всё. Девять тюбиков. Вот у меня взяли девять тюбиков анализ. В общем, с тобой ходит медсестра. То есть ты сидишь в определённой комнате ожидания. А, да, что интересно, кормят. Ты же приходишь на анализ голодная, анализы сдала, которые вот нужно, всё, что нужно сделать на голодный желудок. Какие вот кабинеты, где вот машины, тоже там, по-моему, рентген тоже. Нет, УЗИ какие-то, ну, много каких-то процедур, где нужно проходить на голодный желудок. И после этого ты приходишь, и тебе приносят горячую, свежую еду. Вот таким образом там всё обустроено. И ты не сидишь в очереди. Медсестра узнаёт, что, да, тебя уже ждут, допустим, к такому-то врачу. Вы поднимаетесь, и ты не сидишь в коридоре. Ну, если садишься, то, может быть, на минуточку, на полминуточки ты заходишь к врачу. В общем, всё так хорошо организовано. Мне очень понравилось. И понравилось, как это всё сделано. И в оконцовке, когда ты всё уже прошёл, врач он берёт и составляет, с чего начать лечение, чем закончить, последовательность. В общем, всё это составляется. Очень-очень хорошо придумано. Кто ещё это не проходил, советую. Даже если вы так не страдали, как я, вот, допустим, месяц постоянной каких-то болей. Ну и вот, допустим, спина. У меня всегда раньше болела спина. Ну, день, два, три, максимум пять дней, она поболит и перестанет. Я слышала такие слова. Грыжа, протрузия, я слышала. Но как-то я себя не ассоциировала с этим. Оказывается, вот это явление и есть во мне, как называется, протрузии, грыжи. И теперь нужно делать там какие-то вытяжки, растяжки или как это называется, не знаю. Ну, в общем, нужно ходить. Ещё вот теперь вот у меня начинается, как бы обследование завершено. И теперь начинается лечение. Лечение, значит, мне рекомендовали сделать системы. Один доктор рекомендовал 8-10 систем. Один доктор рекомендовал 5 систем. Ещё другой доктор рекомендовал тоже 5 систем. Вот нужно всё это в одной и начинать делать системы. Потом один доктор рекомендовал иглотерапию. Надо идти к иглотерапевту. Иглотерапия всё, по-моему, вот с этой рукой. Вот. И потом уже, когда это закончится, нужно делать вот это вот все растяжки и вот с этой рукой разработку. В первый день, когда я была у ревматолога, она говорит, ревматизма-то у тебя нет. На что я так рада, что у меня нет ревматизма. Но, говорит, у тебя-то рука так остенела. Почему ты мне про неё-то ничего не говоришь? У тебя самая главная проблема сейчас в руке, а ты про неё молчишь. Она у меня уже вот не шевелится так толком, а я как-то к ней привыкла, потому что она такие-то движения делает. Ну, и как бы я достаточно для жизни. Ну, где-то что-то не делается. Ну, и ладно, как бы. Ну, неприятно, спишь больно, там, туда-сюда. Но как-то вот. И вот она занимается моей рукой. Оказывается, в сустав, когда уколы делают, это только доктора. Для меня это какая-то новость. Я такое никогда не слушала, не вдавалась, наверное, или не вслушивалась, или не приходилось услышать. Ну, вот, знаете. И это, оказывается, не больные уколы достаточно. И, оказывается, достаточно эффективные. Вот два дня назад, мне три дня назад сделали. Теперь я иду в четверг. Завтра иду ещё. Другие уколы уже, но тоже всё в тот же сустав. И несколько это будет через какое-то время повторяться. И вот начну проходить все свои дела. В общем, я очень рада, что... Что ещё? А, вот у меня ещё по здоровью обнаружили, что у меня очень высокий холестерин. Я знаю, как этот холестерин наела. Мне кажется, всё-таки вот я знаю. Но если я не права, может, и не права, но я ела минимум 15 яиц в неделю. Это слишком, ребята. И я ела очень много сливочного масла. Это тоже слишком. В общем, пора девочке вот в этом возрасте всё-таки становиться взрослой и по-взрослому относиться к своему здоровью, к своему, так сказать, телу, а не впихивать в него всё, что ты там считаешь хочешь. Вот. Буду делать, буду работать над этим. Ну, там, конечно, мне прописали лекарства, всё. А, да, у меня, когда мы были, когда вот там ещё дома были, у меня были вот такие пятна. Видите, пятно? Оно вот такое какое-то коричневатое, а оно было алым. Алым побольше. И вот здесь вот было. Где уже? Вот тут вот. Вот. Тоже сейчас уже... Уже не такого цвета. Сейчас вам скажу. Когда я уже в Алма-Ате, оно мне очередной раз выскочило. Я посылаю на своё, где я прохожу чекап, фотографии моих пятен, и они говорят, срочно к ревматологу. Я бегу к ревматологу, показываю эти пятна, свеженькие ещё. Она говорит, ну, эти пятна, это точно не мои. Но подозрение было у моей, у чекапа, что это типа волчанка. Волчанка – это серьёзное, серьёзное, глубокое заболевание. И не дай бог, конечно, чтобы оно у тебя было. Но у кого... Оно если есть, то значит, надо, конечно, серьёзно лечиться. Я думаю, у кого есть этот диагноз, они знают, какая это серьёзное заболевание. Вот. И когда мой доктор посмотрел, говорит, нет, это не мои пятна. Ты вот с этими пятнами, ты не мой клиент, пациент. Она дала мне телефон хорошего кожника. Я записалась к ней. Я поехала в этот же день, попала на приём. И захожу, но она уже где-то через полторы, две, три минуты говорит, да, ты наш, ты наш клиент. И это выяснилось, что у меня аллергия. Аллергия на... Токсическая аллергия, на токсины. То есть, токсины могут заходить в организм по-разному и через кожу, и через питание, и через дыхание. Но вот в данном конкретном случае, вот последний раз, это была реакция на... В связи с тем, что я, вот видите, кашляла же, да, у меня оказывается бронхит, если я в Алма-Ате заработала, мне выписали, как называется, ципролет. И после первого ципролета, ночью у меня уже пошли вот эти вот пятна. Это вот организм среагировал, то есть организму неохота принимать ципролет. Вот ципролет перестала брать, и мне пульмонолог выписал другой антибиотик, и всё, оно вот просто вот сходит на нет. Она говорит, что это аллергия, теперь будет с тобой пожизненно, что тебе это нужно будет с этим, так сказать, тоже считаться, но это далеко не красная волчанка. То есть вот так вот. И когда мне вот это случилось, когда мне уже точно поставили диагноз, что это не то, а вот это, я вот с тех пор начала, пошла к оздоровлению. И может, со временем всё это получается, что у меня уже бронхит мой садит, как проходит, и диагнозы мне уже ставят, и те диагнозы, с которыми можно жить, и как-то сопоставлять свою жизнь с этими диагнозами, уже подлечиться здесь. И получается, и в результате, и ещё в эту ночь вернулись домой моя сестрёнка со своим мужем. Они были в отъезде долгое время. Я находилась в доме без хозяев. Нет, здесь были их дети, но это мальчики, они взрослые, у них свои интересы. Ну, молодые, не мальчики, а молодые люди. Ну, сестрёнка же, это сестрёнка, кто заменит сестрёнку, да? И, в общем, я с пяти утра сегодня такая счастливая. И она приехала вся тоже, ей тоже нужно было салоновый уход волос, и мне нужно было, мы уже сходили в салон, и вернулись в салон, и она говорит, иди, дорогая, я, говорит, зная, что ты уже на свой YouTube уже столько не выходила, иди, садись и записывай. Так вот, я села и записала видео, наговорила вам. Всё о себе. Если у вас есть, что вам сказать о себе, пишите, пожалуйста, под видео о себе, рассказывайте. Я буду очень рада вашим рассказам. Если у вас какие-то вопросы, я буду с удовольствием отвечать на ваши вопросы. Я очень хочу, чтобы у нас состоялся диалог. Может быть, когда-нибудь со временем я осмелюсь и выйду на канал, на прямую трансляцию, или как это называется, но до сих пор ещё не могу это сделать. Жду обратной связи от своих дорогих гостей канала. Если утомило кого-то, тоже прошу прощения, но вот выговорилась. Вот выговорилась. Чему несказанно рада. Нужно было сделать сегодня этот шаг. Всех люблю. Всем пока-пока. Обнимаю. Видно же по мне, что я счастлива. Берегите себя, своё здоровье. Пока-пока.